Всем доброго времени суток. Предлагаю на ваш суд обзор небольшого PowerBanks и поддержкой протокола QC3. 0 и максимальным выходным напряжением 12 в итогом до 3. Технические характеристики, свет, белый, черный. Тип батареи, липолома, емкость 10000, матч 3,7 или 6200, матч 5. Входное напряжение MicroUSB Type-C 5-5-2-A-9-5-2-A. Выходное напряжение MicroUSB Type-C 5-5-3-A-9-5-2-A-12-5-1. 5A указан суммарный ток выхода со всех портов. Размер — 134 умножить на 69 умножить на 16 5 миллиметров. Вес — 214 года, внешний вид. Банка приехала в простой картонной коробке, внутри также был кабель MicroUSB Type-C и небольшая инструкция. Корпус PowerBank выполнен из черного пластика, поверхность пластика не гладкая, производитель попытался придать ей некую структуру, не знаю, что именно пытали эмитировать, но в руке не скользит, а это уже плюс. В верхней части банки есть небольшое окошко из полупрозрачного пластика, за которым прячется дисплей. В верхней части над окошком с дисплеем расположено два порта USB и порт Type-C, последний можно использовать и для зарядки самой банки, порт поддерживает зарядку банки по технологии QC максимальное входное напряжение 9 в 2, а на левой стороне банки расположен порт MicroUSB, используют только для зарядки, как и порт Type-C поддерживает технологию QC максимальное входное напряжение 9 в притоке в 2, а на правой стороне кнопка которая позволяет включить дисплей, чтобы посмотреть остаток заряда. На обратной стороне нанесена маркировка с характеристиками PowerBank. Длина банки примерно 135 сантиметров, ширина немногим больше 6-5 сантиметров, вес 212 грамм. Одним словом все как и было заявлено в описании на сайте. Испытания. К сожалению у меня нет кабеля Type-C, Type-C чтобы испытать выход с этого порта, так что все испытания буду проводить только с обычными USB-а портами. Для начала посмотрим максимальный выходной ток C-порта, заявленные 3А банка держат стабильно. А вот так выглядит повышение тока на графике, видно что напряжение стабильно держится на уровне 5 вольт. После того как ток переваливает 3.1, а напряжение начинает просаживаться и банка выключается при токе в 3.3, а напряжение к тому времени падает до 4 триф. Теперь стоит посмотреть как отрабатывает режим Quick Charge хотя бы в нескольких положениях. Проверять буду QC-3 для начала 7 вольт 2.6А, банка нормально понимает промежуточные значения и заявленный ток держит. На это же фото видно что помимо шкалы с процентами у банки есть еще один индикатор который показывает включение режима QC, теперь 11.8 в 1.5А и опять таки все как и заявлено. Ну а теперь весь диапазон напряжений от 5 до 12 вольт с током 1.5А. Если продолжить поднимать ток, банка начнет сама снижать напряжение пока не выйдет на свои родные 5 в 3. Затем можно еще немножко поднять ток пока напряжение не упадет до 4 вольт. Почему-то в режиме QC банка смогла выдать напряжение до 4 вольт что несколько ниже чем 4.3 на которых она выключалась при нагрузке в 5 вольт. Суммарная нагрузка на два порта такая же как и на одну порт, 3А стабильная, потом идет просадка, скорее всего порты внутри банки объединенные. Если при работе банки в режиме QC подключить другое устройство то банка переходит в обычные 5 вольт отключая быструю зарядку. Проверка емкости. Для начала посмотрим сколько банка берет при зарядке. Заряжать буду от быстрой зарядки, как и написано в описании банка затребовала себе на вход 9 вольт. Заряд таким напряжением шел в течение 3 часов 34 минут и банка скушала 5011 мач или 46 457 метров вторник. Затем быстрая зарядка отключилась и еще 11 минут банка заряжалась 5 вольтами. Суммарно в банку влилось 46 840 метров вторник за 3 часа 45 минут, в пересчете за 3.7 вольта получаем 12 659 ма для 3.7 вольта. Одним словом при зарядке банка взяла свои заявленные 10 000 ма и еще 2659 ма ушло в потери на нагрев и работу электроники. Теперь проверим разряд. Разряжал током 2.6, а при напряжении 5 в. Через 2 часа с банки слилось 5 169 мач и судя по индикатору на Powerbank в нем осталось еще 14 процентов заряда. Ток и напряжение при этом не просили и держались на уровне. Общая емкость которую удалось слить с банки немногим больше 6300 мач и в банке все еще оставался 1 процент емкости. На мой взгляд вполне хороший результат, да и продавец честно написал на странице заказа что слить с аккумулятора вы сможете 6000 мач, что обещал то и получилось. Если пересчитать емкость на 3.7 получается что аккумулятор смог отдать 8513 мач. Следующий тест разрядка напряжением в 9 вольт ток 1.6 а слить с банки удалось тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят шесть метров вторник если пересчитать на 3.7 вольта получаем 8504 мач практически та же емкость что и для 5 вольт. И опять таки даже при один процент на индикаторе Powerbank продолжает отдавать то напряжение и ток что от него просили. А вот отдать 3 а при заряде в одном проценте без просадки по напряжению банка уже не может, но и так по моему неплохо. Заряжать малыми токами тоже умеет. Проверял на браслете и гарнитуре 35 мая 63 ма соответственно. Оба устройства банка увидела и смогла нормально зарядить. Ток зарядки проверял доктором, заряжал без доктора чтобы кушала как можно меньше. Для зарядки малым током никаких манипуляций проводить с банкой не нужно, просто подключил и заряжаешь. Ну и любимый вопрос который задают в обзорах Powerbank, как там со сквозной зарядкой и режимом IP. Увы никак, при подключении к банке зарядки она напрочь отключает выходные порты вне зависимости от того через какой порт ее пытаешься заряжать. Небольшой вывод, на мой взгляд вполне себе хорошая баночка получилась. Из плюсов быстрая зарядка как по входу так и по выходу и возможность заряжать сразу несколько устройства. Из минусов отсутствие режима сквозной зарядки и невозможность выбрать разные режимы для выходных портов. У продавца есть купон на скидку в 5 долларов при покупке этого Powerbank, цена с купоном составит всего 9 долларов. 98 долларов заранее приношу свои извинения за орфографию и грамматику текста, все допущенные ошибки сделаны не специально, а только по незнанию и в связи с несовершенством программ автоматической проверки текстов. Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok